Появились вопросы после вчерашнего? О, тишина хорошая вообще, всё понятно. А, значит, если будут проводить практические занятия, то вы, соответственно, пока чуть-чуть, да, будете? Ну, будем решать этот вопрос. У меня график такой сложный, но может что-нибудь и получится. Хотелось бы список литературы, который к семинару практически проработать нужно. Это зависит от темы семинара. То, что вы хотите? Надо сначала решить, какая тема, а потом уже со списком определяться. Ну, да. Алексей Васильевич, а вот вопрос насчёт этикета, откуда это пошло, вот отношение мужчин к женщине как правильно? Это правильно или нет? Ну, всё основывается на полевых взаимоотношениях. И нужно находить рациональное зерно. В чём смысл того или иного этикета? Почему вот так или иначе поступают? То есть во всём должно быть рациональное зерно. Если рационального зерна нет, то такой смысл его там придерживаться. Если, допустим, поцеловать ручку, там, прощание на дверь, где нужно открыть дверь, где нужно открыть дверь, где нужно... Ну, везде рациональное зерно есть. Ручка — это нужно знать энергетические точки, проекцию. Ну, то есть общую схему, знаешь, руки, нога, голова, да? У женщин в первую сторону целуют какую точку. Всё понятно? Алексей Васильевич, а вот вчера мы разобрали, так сказать, основное мужское качество, ответственность, а теперь сегодня хотелось бы рассмотреть, соответственно, женскую сторону, вот, поподробнее. То есть какие основные качества и как их вот развивать? Так, Ильич, как раз об этом и идёт, вопросы именно об этом идут. Так что мы потихонечку тему придерживаемся. То есть без знания анатомии человека, без знания энергетики, без знания звездочтения не разберёшься с этикетом. То есть знать нужно, как женщине подходить, как обходиться с ней, как поступать, это всё на этом основано. Вот почему женщину приглашают к танцу? Как мужчина должен руки держать по этикету? Кто помнит? Так. О, вот именно, защититься. То есть если он не хочет, чтобы женщина его обсосала там окончательно, то есть он тыльную сторону левой руки на поясницу кладёт. У всех мужика поясница болит из-за чего? Обсасывают женщины там. И чтобы защитить этот центр, он раз тыльной стороной прикрылся, а руку уже к танцу приглашает. Так же я? Ещё и во время танца стараюсь так держать. А помните, все там вожди ходили, или руку так засунут за спину, да? А другую вот так. И ходят там по сцене, по трибуне. Так же? Или как и Ленин, там, йоговский кулак, там, за жилетку, там, так же? То есть это всё связано с энергиотикой. Но вы же знаете, есть мудрые жесты. То есть как ты пальцы сложил, как ты руки сложил, так и нейлитика у тебя потекла. И всё на этом основано. То есть взаимоогнение энергии. И если вот этих вещей не знать, не разберёшься. А, допустим, вот, кого надо пропускать вперёд, когда входишь в дом, или как правило? Ну, смотря до чего. Если на минное поле, одно. Если в тёмное помещение, там, примерно то же самое получается. А если помочь женщине, поухаживать за ней, конечно, тогда её пропускаешь. Если там безопасно. Опять я говорю, нужно рациональное зерно смотреть. То есть с какой стороны женщина должна находиться от мужчины? То же самое. Какой рукой мужчина и женщина отдаёт энергию? Вот ты должен женщину кормить. Значит, она должна быть у тебя с правой стороны. Левая она принимает. Вот она должна на твоей энергию жить. Если это твоя супруга, её достойное место с правой стороны. Это кормёжка её там. Вот она там харчится. С левой стороны она ничего не выловит. Только тебя будет поддерживать. Потому что её правая рука тоже отдаёт. А твоя левая принимает. Ну, то есть это зависит от ситуации, да, можно положить? Ну, да. Если муж там выдохся, дохлый там, ну, тогда ты иди с левой стороны. Будешь ему помогать. Там, чтоб он там доплёлся до того там. А если ты хочешь у него на хвостнойде сидеть, как положено женщине настоящей, значит, ходи с правой стороны от него. А кольцо он у тебя? То же самое, если идёт объединение у мужчины на правой, а у женщины на левой. Это связь. Так же? А вы же должны сковаться одной. Связывать рушниками, там, так. Цветочком связывать в разных традициях. Так же? Или кольцами. То есть вы должны скованы быть. Тогда это супруги. А если ты одела на другую руку, то это, значит, потеряла супруга. Так же? Ну, рационально вы смотрите, ради чего всё это делается. А в современной у нас, наоборот, замужняя на правой руке. Таскают. И с кем они связываются, интересно. Не с мужем только. Это и есть бракосочетание. Хорошее дело браком не назовут. Ну, конечно. Любой металл, любой минерал является арканом. То есть, на каких энергиях вы хотите заниматься. Вот. А вот что вообще, на основе этих пальцев, кольца или наказательных? Какое значение? Ну, это нужно, опять же, хиромантию знать. В хиромантии там показано, каждый палец с какой планетой связан, с каким органом связан. Все раньше, кто вот чуть-чуть соображал, у них все пальцы в перстнях были. Помните? Князей, боярин. Да ещё с такими булыганами там. На каждый палец, да ещё по несколько штук. Ради чего? Ради красоты, что ли, это делалось? Ну, так, после того, оденешь, и не туда, не тебе будет. Ну, естественно, как обезьяны и очки. Можно таскать, не знаю, куда прицепить и что из этого получится. А когда человек знает, какие энергетические каналы по этому пальцу идут, он может активизировать тот или иной канал в одно или в другое время. То есть, правая рука как дающая, а левая как берущая. Что он хочет правильно? Давать или брать? А спрашивай, в зависимости? Нет, энергетика общая как бы идёт. На самом деле, мы должны быть двурукими. То есть, бойцов делали так, чтобы он мог и правая, и левая одинаково ловко рубиться там. Тогда правая и левая полушария головного мозга синхронно работают. А если доминирует какое-то, то это, значит, уже калека. Уже у неё крыша, кажется, едет. То же самое и с женщинами связано. Потому что у женщины тоже левая рука берущая, а правая дающая. То есть, мужчина даёт, женщина принимает. Так же? Женщина даёт, мужчина принимает. И у них вот так вот закольцовывается энергия. Женщина могла там что-нибудь вышивать, и вот у неё в одной руке иголочка, в другой пошла. Одинаково ручки работают. Отлично. Тогда и мозги правильно развиваются. Но это с детства надо приучать. Конечно. С самого раннего детства. То есть, у детей мелкую моторику с детства развивают, чтобы пальчики ловкие были. Тогда и мозги развиваются хорошо. Во-первых, она должна быть сильной, чтобы что-то сделать, она должна шаг где обладать силой. Силой мы можем обладать лишь только тогда, когда живём, вся жизнь посвящена общему целому. То, что у нас называется богопочитанием. Помните, что это значит? Почитать. Присваивать энергии. То есть, это можно и молитвами, и словами, но лучше всем образом своей жизни. Если она искренне исполняет свои обязанности, тогда она получает благословение рода сверху. И вот тогда у неё чьи, силы жизненные, будет достаточно, чтобы она могла стать берегиней. То есть, она в большом расстании чувствует своего мужа, охранять, и с помощью этой молитвенной практики держать его под энергетическим колпаком, чтобы его никто не уязвил. Что? Что вот это за молитвенная практика? Ну, есть же много заговоров различных, так же? Которые именно дают возможность помолиться за другого человека и отправить ему в свою шахте. И так как супруги энергетически связаны, она должна вот эту энергетическую связь постоянно поддерживать. То есть, утолщать эти ниточки, смотреть, чтобы они не ослабели, не порвались. Таким образом, она будет мужа чувствовать на любом расстоянии. И сможет контролировать его судьбу. То есть, если муж погибает, значит, и ей там не сладко придётся. Поэтому, в первую очередь, нужно своей шахте тратить, чтобы мужа спасти. То есть, помните, как мы говорили, что женщина – это лодка, а мужчина – тот, кто навёз. Вот она, вот эта лодка, это и есть, которая поддерживает его на плаву. Она берегиня для него. На полевом уровне. Так они взаимо друг друга дополняют. Но без шахте это сделать невозможно. Без достаточной силы. А силу мы получаем лишь только исполнять свои предписанные обязанности. Ну и чтобы ум развиваться, нужно 64 искусства овладеть, чтобы ум хорошо развит был. Ну и 6 обязанностей жены исполнять. Вот тогда шахте много будет. Алексей Васильевич, свой мантру лакшму, примерно, чтобы знать, какая вибрация должна быть, и какой ритм, который обширь и макра ваше не будет. Ну, чтобы уж правильно спеть, это нужно тут не настраиваться, прокачаться энергетически, асаны проделать, пранаямку, насытиться. Вот только тогда можно создать настоящую вибрацию. Сейчас могу только лишь примерно показать, как должно звучать. Прежде чем делать, может быть, расскажешь сначала, для чего это и как это, то, что есть люди, которые не знают. Лакшми — это Лада Богородица наша. Ом — это как бы символ Всевышнего, то есть звуковое его воплощение. Когда русский человек забудется в лесу, что он кричит? Аум. Да, он ау кричит, а на самом деле аум — это как раз вот это изначальный слог такой, то есть звуковое воплощение. Значит, мантра — это Ом Шри. Шри — это почтительная приставка, ну, широкий, простирающийся Шри, широкий. Маха — это размах, махать, это великий, тоже как почтительная приставка. Ом Шри — Маха, Лакшмияя — Намаха. Намах — это махать, кланяться, почитать. То есть, если перевести на современный русский язык, это означает О Всевышний, Великий Всевышний, проявляющийся в образе Лады Матушки. Я почитаю тебя. А вот тут можно еще дополнительный вопрос. Лакшмияяя — это последний слог «я», он что означает? Ну, там как «иа» пишется, но произносится как «иа». Лакшмияяяяя. Лакшми. А это как, ну, да. Ну, простирающаяся. А, то есть это понижение? Так понятно будет. Это смысл поклона все понимают, для чего наши предки кланялись друг к другу. Нужно объяснять. То есть у нас как бы есть точка, где кост и черепа соединяются. У детей там мягкий череп такой, и у многих взрослых даже сохраняется, и в старости это вместо мягким. Так вот, это место называется «родничок», по русской традиции. То есть «родничок» — это слово «род». Здесь происходит энергетическая связь с родом, с родовым эгрегором. Прямо видно, что у людей как ниточки такие идут. Если связь крепкая, то эта ниточка превращается уже в бечевочку, в шнурочек, потом в веревку, потом в канат. А если человек еще этическо-нравственная развивается, то есть любит не только своих родичей, но и всех, все остальное, всех людей и всю природу, тогда у него развивается еще то место, где спираль волос закручивается. Это связь уже с духовным эгрегором. И тоже это сначала ниточка, потом веревочка, а потом уже канат. И вот когда они вместе сливаются, то от головы, вот в диаметр головы, вот такой светящийся столб в небо уходит. То есть вот этот человек уже называют «светоч». А если у человека две макушки? Ну, значит, с двумя эгрегорами связь идет. Что? И два, и три бывает макушек. Ну, я думаю, ничего страшного нет там. То есть все равно связь есть, так или иначе. То есть оборвать ее можно, но это крайне проблематично. То есть это энергетическая связь. Я знаю магические ритуалы, которые позволяют эти шнуры обрывать. То есть есть сильные маги, которые практикуются на этом. Но это крайне мудрено. Это нужно быть человеку настолько бездрастным, бездуховному, чтобы у них силы хватило это оборвать. То есть если там такая ниточка, паутиночка висит, то ее легко оборвать. А если там такая веревка, попробуй ее там оборвить. То есть не могут. А мы как листики на дереве. Вот мы листики, а вот это черешки. И мы к общему дереву вот этими черешками привязаны.